Моряк Северного флота Они были союзниками Германии, поэтому, естественно, охранять грузы приходилось, и морские сражения тоже шли. Петр оставил ловушки для вражеских кораблей, мины. Одна из задач – не пропустить фашистский транспорт к месту назначения. Этот корабль так и назывался «Большой охотник-216». Кораблей, на которых служил Быстров, было несколько. Один тонул, парни тут же переводили на другой. За советскими судами тоже охотились враги на море с воздуха. Война для Петра Быстрова продолжалась не пять, а семь с половиной лет. Когда закончились бои, моряк начал обезвреживать мины и вражеские свои. Стали финны и норвежцы, все, кому не лень. А снимать надо. Они додумались, что это не взорвется. И подошли. Четыре их было человека. Они подошли, а мина взорвалась. И они лодка перевернулись и не оказались в воде. Это произошло в октябре. Моряки оказались в ледяной воде. Тело сотрясалось от дрожи, так что у мужчин выпали зубы. Моряков спасло теплое течение Гальстрим. Их подобрали свои, еле живыми. Сколько раз приходилось оказываться на грани жизни и смерти, Петр Михайлович после войны никогда не рассказывал. С войны он пришел очень больным человеком. Галина Филипповна вспоминает, как однажды муж потерял сознание во время прогулки прямо на железнодорожном переезде. По рельсам мчался поезд. Женщине только и оставалось, что лечь рядом с мужем, в надежде, что состав пронесется мимо. Обошлось. Я думаю, если он-то один останется, он пошевелится, не поймет, в чем дело-то. И стало ложиться. И вдруг он очнулся. Мы плотно прижались к перилам, чтобы кто-нибудь теперь тут не задел из вагонов вагон товарный шоу. И так стояли. Петр Михайлович умер в 63 года. Галина Филипповна хранит его награды – морские часы, которые показывают каждый час в сутках. Висит здесь и картина. На ней военный корабль. Как и 65 лет назад, он день за днем мчит по холодным и опасным водам юного матроса – быстрого Петра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова